Включил запись. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад вас приветствовать. Сегодня 73 занятие нашего замечательного курса, в котором мы разбираем тексты Торы и другие источники с точки зрения языка. И, соответственно, учимся языку. Я чуть-чуть не досмотрел. Вот, очевидно, на там повторил объявление прошлого года. Там я действительно рассказывал словарь Пурима. В этот раз словаря Пурима не будет. Но что-таки да, будет. Мы поговорим с вами об одном параграфе недельной главы ИТРО, который мы читали вчера. И посмотрите на нашем канале в Телеграме. Я поставил два любопытных файла дополнительно. Вот, к основному материалу. Это, во-первых, я надеюсь, мы успеем этим заняться. Но там, прошу тебя где-нибудь минут за 10 до конца урока мне напомнить о том, что я обещал еще одну тему. Вот, это избранные фразы из Магеллад Эстер, которые мы разберем с точки зрения языка. И вторая песенка, песенку я обещал вам давать понемножку в каждом занятии. На этот раз песенка связана с Пуримом. Пурим наш ближайший праздник. Ближайший, ну что это значит? С Божьей помощью в субботу, первое число месяца Адар. 15-го Адара в Ярушалайме Пурим, 14-го Адара, то есть в пятницу. Перед этим будет Пурим практически во всем остальном мире. Вот, и, значит, осталось примерно, так я понимаю, дней 19-18. Так, вот, так что мы еще успеем к этому вернуться. Вот, песенка Шушан от Яков. Очень интересная. В файле имеются две ссылки на материал на русском языке. Материал весьма и весьма любопытный. Я даже сам его не успел прочитать, но успел отметить, насколько он интересен. Вот, а сейчас мы начнем разбирать 19-й параграф книги Шмот, которая относится к недельной главе ИТРО. В этой главе три параграфа. 18-й мы с вами не разбирали. В прошлом году мы разбирали 20-й параграф, ибо он, понятное дело, по определению, самый важный из трех. Но если я не имею право так говорить, почему? Потому что в него ходят 10 заповедей, текст и рассказ о том, как они были получаемы всем еврейским народом. Значит, материал прошлого года можно посмотреть, как вы сами понимаете, в архиве. Вот, 18-й параграф с Божьей помощью. Если все будем живы и еще не придет мы шеях через год, мы с вами сможем рассмотреть. Таким образом, вся эта недельная глава будет покрыта. Я надеюсь. Итак, 19-й параграф. Вот он перед вами. Ну, для тех, кто присоединится к нам недавно, я поясню. Значит, я читаю фразу, да, стараюсь ее перевести дословно. Те слова, которые я выделил желтым фоном, просто они нам интересны. Те слова, которые я выделил зеленым, я считаю нужным. Поместить словарь. Словарь. Сейчас я вам скопирую в чат, чтобы вы могли в него заглядывать по ходу урока. Да, словарь на сей раз очень коротенький. Так. Чат. Чат. Я делаю... Нет, я делаю не новую демонстрацию экрана. Я ставлю это именно на чат. Так. Кившан. Еще два словечка у нас. Вот так. И вот так. Вот, собственно, и все. Так. Переходим к нашей теме. Так. Шмот. Название второй книги пятикнижия. Перек. То есть, недельный... Извините, параграф. Ют-Т, значит, девятнадцать. Итак, алиф, первый пасут, первая фраза. Ба ходеш ашиши. Ходеш – это, как вы знаете, месяц. В месяце третьем. Ле цет. По исходу. То есть, буквально к выходу. Цет. Корень йоцэ. Йоцэ – ют цади алиф. Ют выпадает и компенсируется буквой тав в конце слова. Есть такое явление. Яцца – вышел. Цет – исход. Йоцэ ад Митцраэм – тоже самый корень. Ле цет бенэй Исраэль – сынов Израиля. Мээрет – из страны Митцраэм – Египет. Бэйом Хазэ – в день этот, подчеркивается этими словами, что в точности в этот день, то есть, именно в первый день этого месяца, бау пришли Митбар Синаи, в пустыню Синаи. Мы ожидали бы, что будет написано Ле Митбар или Ве Митбар. Но здесь вот опущено так. Ва из у Мэрфидим. Здесь использован другой корень. Смотрите, вот здесь корень ба – прийти. А здесь корень са, точнее, нун самых айн. Слово на са, но сэ, означает ехать буквально. Приехали Мэрфидим. Выехали, было бы логично сказать, из местечка по названию Мэрфидим. Есть классический комментарий к этому названию. Советую вам параллельно с разбором текста, да, вот, озаботиться вопросом понимания этого текста, который я не даю. Я себе такую цель не ставлю. Значит, вышли из Мэрфидима, ва-я-воу, снова тот же корень, как здесь, бау, и пришли в Митбар-Синай, в пустыню Синай, ва-я-хан-ну. Значит, корень здесь хоне, тот же корень у слова ханая, то есть стоянка автомобилей. Вот тахана, тахана – это остановка автобуса, тахана меркозит, центральная автобусная станция, вот, и тот же корень в слове ле-хан-ни-ях, например, тфилин, возлагает тфилин, так. Кисе-ноах – это кресло, то есть кресло удобное, и само слово ноах удобное, и имя ноах, наш прародитель, значит, имевший трех сыновей, шема-хама-ефета, все вроде бы от этого корня, так. Ва-я-хан-ну, и остановились лагерем. Лагерь на иврите – махане. Так, мы видим здесь от корня две буквы, хэт и нун, вот, хотя корень, конечно же, стандартно трехбуквенный, вот, третья буква, либо хэй в конце, либо есть еще другие варианты расшифровки этого корня. Ну, остановимся на этом. Ва-я-хан-ну, ба-мид-бар, и остановились в пустыне. И здесь слово того же корня, но ва-я-хан-ну мы видим во множественном числе, а ва-я-хан-ну в единственном числе, шам-там-исраэль, здесь названы все евреи единым словом-исраэль, общим названием народа, негед-хагар, напротив горы. Ну, опять же, укажу, что есть интересный комментарий, который показывает, почему здесь использовано единственное число, и как связано это вот со словом-рафидим. Слово негед, напротив, означает буквально и против. Например, нагад – это электрическое сопротивление, лэгит-нагед – сопротивляться, воспротивиться чему-то. А кто называется словом мит-нагед или мис-нагед? Натан нам расскажет? Литваки. Ну, это литовские евреи, которые как бы считаются противниками хасидизма считались, поэтому их так назвали. Да, да, они не приняли хасидизм, они остались, так сказать, на прежних позициях. Вот, и надо сказать, что сами они не любят, как я называю, этим словом. Так? Но не всегда это значит именно против. Например, в отрывке из Мишны, которая читается утром, в утренних благословениях, окончание, значит, отрывка такое, «Веталмуду Тора кэнэгет кулам», а изучение Торы как бы напротив их всех, то есть равноценно, в смысле, всем им вместе взятым. Так? Итак, напротив горы мы принимаем пока что вот чисто географически. То есть гора и стан прям вот ввиду этой горы. Почему это важно, мы с вами увидим чуть дальше. У Мошея и Моисей Алла поднялся. Эль-ха-элоким. К Богу, да? Как это мог подняться к Богу? А что, Бог находится на вершине горы? В долине его уже нет? Мы с вами увидим, почему так. «Ва-и-кра-э-лафт» «И воззвал к нему и позвал его Га-шем», это четырёхбуквенное имя означает Всевышнего, «Мин-ха-гар» – с горы, «Лей-мор» – говоря. То есть Моисей слышал голос Бога из какого-то определенного направления, а именно с горы. Что же сказал Бог? «Ко» – вот так, таким образом. «Томар» – скажешь «Левейт Яаков» «Дому Якова» «Ветагид» – и «Расскажешь» буквально «Ли в ней Исраэль» – «Сынам Израиля». Кто такие сыны Израиля? Это еврейский народ. Кто такие Бейт Яков? Потомки Якова. Яков и Исраэль – это, как вы знаете, одно лицо. Но имеется в виду «Ли в ней Исраэль» – это мужчины, а Бейт Яков – это женщины. Поэтому сеть ортодоксальных школ для девочек называется. Вот так Бейт Яков. И поэтому использованы разные глаголы. Я не даю вам комментарий, если он не связан с грамматикой. Но здесь он таки, да, связан. Значит, буквально «Томар» – это скажешь, а «Тогин» – расскажешь, да? Но комментарий говорит, что здесь текст подчеркивает, что не только с каждым человеком, но и с каждой группой людей надо говорить так, чтобы они это понимали. А именно, с женщинами, Бейт Яков, надо говорить мягко, с мужчинами надо говорить более жестко. Кто скажет, что это не так? Так вот, что ты им скажешь. А тем, ара и тем вы видели. Ашер. Ашер обычно мы переводим «который». Но здесь более уместно слово «что». Что именно? Асити сделал я ле Митраим. Египту, то есть египтянам. Вы сами видели те чудеса, которые происходили на ваших глазах в Египте с египтянами. Ва эса эт хэм. И буквально понес вас в этом слове корень нун син алеф. Наса имеет много значений. Поднять, приподнять, посвятить. В каких-то местах даже перечислить. И, кроме того, взять в жены. Но здесь мы переводим «и нёс эт хэм вас». Аль конфейны шарим на крыльях орлов. На орлиных крыльях. Опять же, комментарий. Посмотрите, почему именно орёл, а не, скажем, попугай. Канав. Слово канав – крыло. Обычно используется слово «канафаим». Два крыла. Это двойственная поддержка. Вот в современном иврите... Двойственное, извините, лицо. Двойственное число. Что я говорю? Двойственное число в современном иврите заменяет множественное число. Например, от слова «регель» – «нага» – множественное число «регалим». А двойственное число парное – «регалим». Тем не менее, скажем, у сороконожки мы скажем «регалим». Можно уточнять ещё вопрос? Ага. Да, слегка. Мы же говорим «канафаем» по множественным числе, а здесь, потому что смехут, мы говорим «конфей». Правильно? Да, смехут. Верно? Смехут. Поэтому «конфей», а не... Конфей, да. Окей. То есть, очевидно, это смехут даже не от слова «канафаем», а от слова «канафим». Просто мы его не используем сейчас, этот вариант. Вот, и... Ага, совершенно верно, да. Вот, мне тут напомнили, что слово «канаф» в заповеди Ацицид, в третьей части Шма, используется там... Иногда это переводится как «воскрылки», но, по сути, это означает «угол». Угол. На углах... На углах одежды вашей. Край, угол. Ну, по Аллахе это получается именно угол, а не край. Потому что, если у одежды есть край, но нет углов, то она не обязана, не должна иметь Ацицид. Да. Верно, верно. Так. И еще я хотел вам сказать, что слово «канаф» женского рода, хоть и не имеет этих признаков. Нэшер, как вы знаете, это орел, да. А еще Нэшер – это городок под Хайфой. И Нэшер – это еще пиво, безалкогольное пиво. Или алкогольное тоже есть. Ну, как бы то ни было. Значит, вот. Нэшер на близком ивриту-арабском языке – это Насер. Поэтому известное лицо не буду называть его по имени. Вы поймете, о чем... О ком идет речь, да? Нет, простите, Араф Ильяку, простите. Насер арабский – это победитель. Насер победа. Нэцер ивритская. Это не то совсем. Да-да-да, это победитель, это совсем не то. Признаю ваше первенство в этих вопросах. А это разве, разве этот товарищ не орел Аллаха? Нет, нет, это победитель. Насер Аллаха – это победа всенышнего победного. Понятно, понятно. Ну, во всяком случае, русские аналогии здесь недопустимы. К этому товарищу, как бы мы этого не хотели. Итак, на орлиных крыльях ва-а-ви, то есть и принес буквально, или и привел хэм вас элай ко мне. Ну, должен предупредить вас, что никогда евреи не считали... Нет, не хаджа насердин. Ныне, к сожалению, живущий товарищ. Интересно, Анасер аддин, да, наверное, тоже, да? Да, Насердин, Насердин – это победа веры. Дин – это вера религии, победа религии. Дин, да, мы как-то обсуждали с вами происхождение этого слова. А, нет, происхождение слова «дат». Дин – это, конечно, да, верно. Значит, о чём я хотелось предупредить? Не следует думать, что мы считаем, что Бог находится на каком-то определенном месте, привёл к себе, то есть вот привёл к этой горе, а Моисей зашёл кверху, потому что Бог ему оттуда его позвал. Нет, Бог, естественно, вне нашего мира, да? То есть он нематериален, поэтому мы не можем указать, где его нет, скажем так. И теперь «ве ата» от слова «аэт», что означает «время», «ата» – это «сейчас». «Им шамо атишмеу» – если послушаетесь. Вот что вам напоминает это выражение? Это второе благословение, да, вторая часть «шма». Если будете слушать... Барая им шамо атишму, если послушаетесь. Спасибо, Анна. Бе коли – голоса моего, то есть послушайтесь меня, потому что шама – это значит скорее слышать, а не слушать. А шомеа беколь – слушаться голоса, то есть быть послушным. У шмар кем – шамар – это соблюдать, хранить. «Эт брити» – мой союз, «брит» – это союз, да, «ви ги е тем», тоже слово есть в шмар, «и будете вы, ли мне сегула». Вот это слово, не имеющее точного перевода на русский язык, обычно переводится народом «избранным». А что значит «избранным»? «Избранным» было бы от слова «бахар», от корня «бахар», «ашер бахар», «бану», «миколямим». Мы не стесняемся говорить «Благословен Всевышний», который избрал нас из всех других народов. Буквально на этой неделе у меня был даже не спор, а выяснение в интернете. Было общение с одним товарищем, вполне знающим, который утверждал, что следует перевести это народ, избравший Бога. Вот мы пытались выяснить, что это значит «аврам» избрал или «народ» избрал, и как можно избрать одного из одного, как это были выборы при Брежневе, или все-таки что-то другое. Но в любом случае «сегула» – это «бахар». А как перевести на русский слово «сегула»? Давайте посмотрим в словаре. «Словарь» в данном случае не очень совершенный дает перевод. «Ансегула» – да, есть выражение, которое проще всего понять, как «избранный народ». «Сегула» – это особенность, свойство, а также средство от недугов. Я как-то встречал неплохое определение. «Сегула» – это комплекс текстов и действий, призванных привлечь божественное милосердие. Как-то вот вроде бы так. И существуют определенные, ну скажем так, привычки или закономерности. Например, если человек потерял какую-то вещь и не может ее найти, то следует ему прочитать такой-то и такой-то текст и дать на «насегу» столько-то именно в какой-то конкретный фонд, допустим. Хотя, в общем-то, не помешает дать им другие фонды и не помешает в этот фонд дать, даже если у тебя ничего не пропало и так далее. Но вот читается вот так. Или пример, который вам может показаться даже смешным. Значит, один из хасидских лидеров недавнего, относительно недавнего прошлого, сказал, что в доме, где стоит его портрет, его фотография, никогда не заведутся мыши, мыши и крыши. И мне говорили, что да, это благословение действует. Почему оно действует, совершенно непонятно. Вот что-то вот такое называется словом «сегула». А еще корень этого слова «сеголь» означает чего? Фиолетовый, фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет. Как это связано, мне сказать затруднительно. Итак, будете мне народом, скажем так, особым, специальным, специфическим. «Ми коле амим из всех народов, ки ликоль харис, потому что мне, говорит Бог, принадлежит вся земля, ве а тем, а вы тьи ю ли будете мне мамлехет коганим». Слово «мамлехет» имеет корень «мелех царь», то есть «царством священнослужителей». «Ве гой кадош и народом святым». Здесь подчеркиваются два аспекта. Коген рождается Когеном. Он может вести себя как обычный человек, но тем не менее по праву рождения ему принадлежит право священнослужения. Но для того, чтобы стать человеком святым, тут должен человек сам приложить усилия, святым не рождаются. И вот эти два аспекта подчеркиваются здесь. Обратите внимание, три точки огласовки тоже с игол. Да, так и есть. Правильно. Ага. Значит, я слышал, что огласовка с игол, три точки, которая передает краткое «э», называется так, потому что три точки похожи на «эшколь». «Эшколь» – это гроздь, гроздь с винограда. Уж не знаю, насколько это похоже. Да, обратите внимание, что здесь еврейский народ назван словом «гой». Да. Чаще, конечно, народ, народ еврейский называется словом «ам». Да. И есть объяснение, чем отличается использование слова «гой» от слова «ам». «Ам» – это «им» все вместе. То есть, когда евреи чувствуют себя единым организмом, и они едины в своих устремлениях, а не раздроблены по партиям, например. Да, одни тянут влево, а другие, наоборот, вправо. Вот. Тогда это действительно «ам». Как единый организм, если человек прищемил палец, то больно всему организму. Но не так с другими народами, скажем так, не всегда так с другими народами, да, где некий человек страдает, а другие вовсе не бегут ему помогать. Ну, дай Бог нам себя ощутить именно «ам». Но вот подчеркивается, что в слове «гой» нет отрицательной коннотации, по крайней мере, вот в Танахе. Итак, «эле адварим» – вот эти слова, «ашер тедабер», которые ты скажешь, «эль бне Исраэль тенам Израэля». Обратите внимание, что здесь использовано более нейтральное слово. До этого, значит, в отношении мужчин сказано «томар», скажешь жестко, в отношении женщин «тагид» расскажешь более мягко. А здесь использовано структуратное слово «тедабер», расскажешь. Зайн. «Ва-я-во-моше» и пришел Моисей, «ва-икра» и призвал и позвал ле-зик-ней-а-ам, старейшин народа, за-кен старец, «ва-я-сем-лиф-ней-гем» и буквально «положил перед ними», здесь корень слова «сим», как «сим шалом-това-враха». «Перед ними», то есть дал им в готовом виде, разъяснил им так, чтобы понять можно было однозначно, «эт-коль-га-два-рима-эла» все слова эти, «а-шэр-цы-ва-гу», который заповедал ему, который велел ему, «цы-ва-как-ми-цва», «гу» это ему, Всевышний, «а-шэм», «ва-я-ан-ну-коль-га-ам» и ответили весь народ. Мы видим, что даже иногда, когда слово «народ» стоит в единственном числе, используется глагол «вомножественном числе», и ответили весь народ. «Яхдав» – слово «яхдав» от слова «вместе», «яхад». «Яхдав» – «шивтей» и «саэль». «Яхдав» – «вместе они». Ну, по идее, здесь должно быть еще «юд», который не читается, который все равно не читается. Вот, так что, просто чуть нестандартное написание. «Ва-йом-ру» и сказали, «Коль ашер-ди-бер-ашэм» – все, которое говорил Бог, «на-асэ» – мы сделаем, мы выполним. «Ва-я-шев» – буквально «возвратил», не от слова «я-шав» – сидел, а от слова «легу-шив» – вернул. «Мо-ше-эт-ди-врей-га-ам» – «Моисей» – «слова народа» – «эль-ашэм» – к Богу. То есть, доставил Богу их ответ. «Ва-йом-э-рашэм» – «эль-му-ше» – и сказал Бог Моисею. «Гинэ-анухи-ба» – «вот я прихожу» – «э-леха» – к тебе. «Бе-ав-ге-анан» – «ав» от слова «ав-ве», то есть «толстый», «втолще». «Анан» – это «туман». Нет, это «облако», извините, это «облако». В «толще облака», в «густом облаке» обычно переводят. «Ба-ав-ур» – «ради того», «для того», «чтобы». «Еш-ма-га-ам» – «чтобы услышал народ». «Бе-да-бри» – «говоря», «говорение мое» – «имах» с тобой, как «имха». «Бе-да-бри» – это не абсолютный инфинитив, как-то мы говорили об этом. То есть «в то время, как буду я говорить» Здесь еще есть местоименный суффикс «и» указывает «я». «Ве-гам-беха» и также «в тебя». «Я-ам-мину» будут верить. «Ле-олам» – «вечно, всегда». «Я-ам-мину» – «ле-олам». Что значит «в тебя будут верить». Я думаю, что здесь проще, правильнее перевести «будут верить тебе». То есть то, что говорит Моисей, он говорит не от себя, не от своего имени, а от имени Всевышнего, потому что Бог ему эти слова передает. «Ва-я-гед-моше» и рассказал буквально то же слово «ле-гагид» Моисея и слова народу, народа, эль-гашем Богу. «Ва-йом-э-рашем» эль-Моше, и сказал Бог Моисею. «Лех-эль-ха-ам, иди к народу, веки-даш-тем, и освети их, и сделай их святыми». Каким образом? «Гайом-умахар» сегодня и завтра. То есть два дня отводятся на то, чтобы осветить народ. Каким образом? «Ве-хиб-су» – «ле-хабес» – это значит «стирать». «Сим-ло» – там «сим-ла» – это буквально «платье», то есть одежды их они должны постирать. «Ве-гаю» – «не-хоним» – и будут буквально, что такое «на-хон»? Правильными, да? Буквально можно, правильный перевод, наверное, «готовыми». Есть слово «му-хан», есть слово «ле-хахин» – «готовить». Возможно, возможно, если вот такое объяснение, что отсюда происходит слово «механика». Механика, когда все уже собрано и готово, и надо там, скажем, повернуть ручку и запустить в работу весь механизм. Так, ну, во всяком случае, «му-хан-на-хон-ле-ахин» – слово «мехона-машина», слово «мехонит» – «автомобиль» – от этого же корня. «Ле-йомаш-лиши» – «к дню третьему». «Ки-би-йомаш-лиши» – «Ибо в день третий» «Я рад, Га-шем спустился буквально Бог». «Ле-эй-ней-кол-ха-ам» – «на глазах всего народа». «Аль-гар-синай на гору Синай». Ну, здесь это слово мы переведем, несмотря на форму, которая здесь, переведем в будущем временем. Спустится в третий день Бог на гору Синай. Опять же предупреждаю вас от того, чтобы представить Бога в каком-то материальном образе или предположить, что в этом месте Он существует, а в другом – в меньшей степени. Так, то есть имеется в виду некое сверхъестественное явление, которое описывается дальше, вот в основном в 20 главе, то есть год назад мы его читали, и подчеркивает комментарий, что на горе Синай служанка ощущала присутствие Всевышнего как пророк Ехескель, который описывает Божественную Крестницу. Но это было связано не с ее достоинствами, не с ее святостью, это обусловлено, а тем, что Всевышний это захотел. Кончилось Божественное Откровение, и служанка вернулась своим обязанностям, а пророк Ехескель остался пророком. Так, ну, здесь в параллель могу вам привести слова, которые мы сегодня не читаем в нашей неделе главе, они идут дальше. Значит, что народ испугался, а, впрочем, есть вот такое слово, сейчас мы увидим, позже мы увидим, да, что народ испугался, чего он испугался, не может человек видеть Бога и остаться в живых. Так? Почему так? Потому что человек есть существо, обладающее свободой выбора. Бахира хушит. Выбор между добром и злом, между принятием воли Всевышнего исполнения ее и или хасвышалом, наоборот, ее нарушением. И если человек ощущает Бога напрямую, да, он уже лишен права выбора. Он не может сказать, я не верю в Бога, если он присутствовал при божественном Откровении на Гаре Синай. Поэтому-то люди и испугались. Мы не сможем далее быть людьми. Но Бог успокоил их. Вот, люди не умерли, люди остались людьми. Вот, возможно, именно вот это вот нарушение логической связи, да, и приводит к тому, что в этой главе можно создаться впечатление, что евреи ощущали Бога, находящегося на каком-то определенном месте. Так, хватит об этом. Так вот, вегабалта. Корень здесь гимел-бет-ламед, есть слово гвуль, гвуль-граница. Натан, конечно, нам скажет, что такое мишмарагвуль. Мишмарагвуль у нас как бы часть, я не знаю, пограничных. Да, но не совсем, да, понимаешь, это род войск все-таки, это имеет отношение к армии. Охрана границ, да. Такую полицейскую роль в армии. Они обычно находятся на, называется, кафтефер, то есть это там, где соприкосновение с внутреннее, то есть это не внешние границы, которые охраняют армию, а это внутренние границы, например, там, где начинаются арабские поселения, и все-таки мишмарагвуль называется, да. Да, спасибо. Вот. Часто слово гвуль означает бегвулэха в пределах твоих, то есть на всей твоей территории, то есть в границах твоей территории. Есть слово магбиль, означающий параллельный. Вегигбалта это буквально огради, то есть поставь границу. Вот это вот особая митсуа, которая была дана на тот момент, называется хадбала ограждение. Итак, огради этгаам савив народ вокруг. Так. Леймор говоря ги шамру лахэм следите за собой, охраняйте себя, да. Алот поднятие, то есть берегите себя от поднятия, не смейте подниматься. Бэгар на гору. у-н-го-а корень нун гимел айн ногея означает касаться и прикасаться бэ-катсэгу. Катсэ это граница, край, то есть и прикасание к краю его, его это горы, то есть не только не восходите на гору, но даже не прикасайтесь к ее подножию. Коля ногея багар всякий прикоснувшийся к горе мот юмат смертью умрет. Так, и каким образом это произойдет? Лотига бояд не коснется его рука. Ки соколь и сокель это особое слово, это значит побиение камнями. Так, сокила это один из видов казник, который может приговорить Бейт-Дин. Точнее Сангет-Дин. Так, еврейский религиозный суд, который сейчас не функционирует, не существует. Соколь и сокель он должен быть побит камнями. О, яро, е, яре. Корень здесь ют, рейш, гей. Еры это стрельба, то есть он застрелен будет. Здесь очевидно не идет речь о пистолете или ружье, да, а чем он будет застрелен? Может быть луком, стрелой, то есть имеется в виду, что если человек, не дай бог, нарушит вот этот запрет, который называется гагбала, то не коснется его человеческая рука, но должен он быть убит вот именно таким способом. им бхэйма им иш, если это скот, если это человек, то есть это касается и человека, и, как ни странно, даже несоображающей скотины, то есть если корова решит прогуляться на гору, пощипать травку, имеется в виду конкретно определенный временной отрезок, да, то эта корова тоже подлежит убиению. Вот такая история. Минуточку. Лоихье не будет жить. Лоихье от слова хай. Бимшох хайовель. Лимшох это продолжать, да, хэмшех продолжение, а слово йовель, которое чаще мы переводим как что? Как юбилей, как 50-й год. Каждый 50-й год, это год ювель, с которым связаны определенные законы, но сейчас законы ювель не используются, потому что нет большинства евреев в стране Израиля, но здесь слово ювель имеет значение бараний рог, шофар. Вот так мы видим это в слове. Значит, когда будет протяжно трубить шофар, когда вы услышите протяжный звук шофара, долгий продолжение, хэма, я алу багар, тогда вы подниметесь на гору. Я пытался найти объяснение вот этого слова, этому слову хэма, вот, я правда не лез во все комментарии, но я его не нашел. Хэм это они, хэма это для них. Может быть имеется ввиду, что вот будет слышен звук рога, и тогда для них они могут подняться на гору. Ва ерет мошэ мин агар и спустился Моисей с горы эльга ам к народу. Ва вы будьте готовы ль шло шах я мин к трех дням. Аль тиг шу лаг шет приближаться эль иша к женщине. Имеется ввиду, что и супружеская близость в эти три дня была запрещена. В комментарии обращают внимание, что Бог сказал сегодня и завтра Моисей добавил еще один третий день от себя. Ва ег было в день третий биги йот а бокер вот как есть слово лиги йот быть так биги йот будучи то есть в то время как было бокер утро ва ег колот и были голоса то есть звуки у вераким и молнии барак это молния на этих город Бнейбрак ве анан и облако кавет тяжелое а агар на горе ве коль шофар и голос шофара хазак меод сильный очень ва ех рад и вздрогнул коль ха ам весь народ ашер бамаханы который встанет харада это тряска дрожь так городат адама по-моему это по-другому пишется значит я не буду сюда его приводить но есть еще одно слово связанное с этим корнем кто первый догадается харидим что это значит религиозные ультраортодоксы переводят как обычно ультраортодоксами называет их ну скажем русская пресса вот а буквальное самоназвание харидим это боящийся всевышнего дрожащий перед ним как бы вот так как сказал бы Достоевский или право имею ну впрочем не осуждаю Федора Михайловича и вздрогнул весь народ который встанет ва йоце мошэ эт хаам ва йоце в данном случае и вывел Моисей народ ликрат навстречу аэлу ким богу мин амахана из стана момент вижу очевидно вопросы да трепещущие правильно правильно да все таки я все таки сказал что трепещущие все таки это вот трепетать это что-то типа яд шамай такие харада и в современном еврите это совершенно однозначно это панический страх то есть когда человек чего-то боится в современном еврите оу хорает например человек говорит я опасаюсь за свою судьбу он говорит они хорет ле гуралон я опасаюсь за их судьбы то есть харада это то что когда идут потом к психологу от этого лечатся то есть я не говорю про как бы этот сектор но вообще вот в современном еврите есть харадот то это психоз какое-то заболевание он идет врачу но это современный еврей да как паническая атака или что-то такое да 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 это то что по-русски наверное панический страх ну харидим и так много достается со всех сторон не советую переводить их самоназвание как исходя из прямого значения пусть будет лучше трепещущие хотя это не точное да мы ставим себе задачу давать перевод дословный да да конечно да спасибо Натану да он сделал ценное замечание так и так 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 и предстали буквально что такое яцев это быть надежным верным то есть стоять прочно не шататься вот это слово означает буквально дно подножия но комментарий точнее нет не комментарий а мидраж мидраж выводит его от слова тахат что означает под да посмотрите мидраж то есть буквально под горой это не у подножия горы а непосредственно ладно разберетесь сами вегар синай и гора синай ашан куло слово ашан которое означает дым может быть и глаголом дымилась вся от слова коль да от слова ашан происходит слово мэ ушан копченый лэ ашэн курить то есть дымить пускать дым так вот так нет 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 яцив ют цади бет а цава цади вет цади бет алиф то есть две буквы две буквы нет и не как митцва посмотрите сами митцва через вав а яцив через бет спасибо хорошие вопросы я вижу вы внимательно следите мипны из-за того что ашер из-за того что ярат спустился алав на нее ашем бог баэш в огне вая аль ашан ашан акившан и поднимался дым ее горы как дым слово кившан означает обычно переводится как горнила то есть это печь но печь не для отопления и не для приготовления пищи а для обработки металла для расплавления металла так то есть печь устроенная особым образом которая дает гораздо более высокую температуру и опять же вздрогнул задрожал вся гора тряслась вся гора очень и был голос шофара бараннего рога то есть буквально идущий и сильный очень что это значит то ли он перемещался с одного места на другое то ли скорее всего как в современном говорите то есть буквально идет и усиливается то есть он постоянно усиливался и на это тоже есть комментарий что это дополнительное чудо когда человек долго трубит шофар силы постепенно ослабевают уменьшаются и звук становится менее громким здесь же звук становился более громким то есть буквально будет говорить здесь использовано простое или как вот в прошлый раз вы мне дали термин абсолютное будущее время но тем не менее мы понимаем что описывается про события прошлого а Бог отвечал ему ему голосом спустился Бог на гору Синай Эль Рошахар на вершину горы Ваикра Гашем и призвал Бог Ла Моше Моисея Эль Рошахар на гору на вершину горы Ва Я Аль Моше и поднялся Моисей Ва Йомер Гашем Эль Моше и сказал Бог Моисею Ред спустись корень Юд Ред ждал Юд выпал Га Эд Ба Ам то есть буквально что такое Эд это свидетель свидетельствуй народу смысл предупреди народ Пен слово Пен означает чтобы не Е Эр Сум Эль Ашем буквально чтобы не прорвались что такое Ла Рос это разрушать разрушать но здесь мы переводим как будто словом Лиф Рот прорваться чтобы не прорвались к Богу Лир От видеть Вен нафаль и падут буквально Немену рав из него многие то есть из народа Вегама Коганим и даже и также и священнослужители Га Нигашим Эляшим Нигаш это значит приблизиться с какой-то целью с целью служить то есть Коганим которым предстоит в будущем приблизиться к жертвеннику и работать непосредственно с ним и здесь они тоже не имеют преимущества и будут освящены хотел сказать но это имеет малое отношение но так просто вот в сленге слово Ла Рос это по-моему очень близко к тому что по-русски есть слово убойный в таком смысле что очень крутой такой убойный чувак когда один хочет сказать другому что вообще такой убойный чувак он ему говорит это обшит Орес и даже была знаменитая в свое время очень популярная реклама йогурта который назывался Милки и он назывался Милки Орес вот это вот Орес это отсюда я думаю это что-то убойного на самом деле но Ла Рос в прямом смысле действительно Ла Рос это плохое слово Ла Рос разрушит до конца просто а Ресот это обломки зданий да странно разрушительный йогурт понятно понятно да хорошо так Пен Ефроц да Порец как Перец это значит именно прорываться чтобы не прорваться в них да то есть Гошем Бог накажет даже коэнов если они будут прорываться воемер Мушеля Эль Гошем и сказал Моисей Богу ло юхаль не смогут в будущее время гаам народ ла лот эль гарсинай подняться на гору Синай ки ата га э до та опять же корень эд ибо ты свидетельствовал извините бану в нас то есть предупредил нас обратите внимание что вот слово эд айн далет это две буквы выделенные в первой строчке шма в слове в самом слове шма более крупная буква айн а в слове эхад буква далет образует слово эд свидетель так ибо ты свидетельствовал да леймор говоря гагбель эт агар агреди гору веки да что и освети ее вайомер эла вашем и сказал он бог лех ред иди спустись вэ алита ата и поднимись ты вэ арон и арон и мах с тобой вэ ака коган и аан а священнослужитель и народ али аар сулалот пусть не как мы это переведем не будут убойными да не арсун в данном случае даже не прорвутся все таки не разрушат не прорвутся али арсун а лот в смысле чтобы они не сломали поднимаясь в смысле что при подъеме произойдет ареса да чтобы они не нарушали вот этот запрет подниматься эляшем да 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 чтобы они прорвались среди них кто-то из них и спустился Моисей к народу и сказал им этим кончается девятнадцатый параграф и есть у нас несколько минут я сейчас сделаю новую демонстрацию да а именно вот файл который вы найдете на нашем телеграммном канале вот он так 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 что мы видим новый текст мы видим или нет но у меня обрезанный ворд если ты можешь раскрыть его побольше сейчас я посмотрю что у меня получается у меня очень узкая полоса просто я само окно ворда раскрыто полностью сейчас я посмотрю так так ага вот так вот так да ну да а понятно буду иметь ввиду так значит я просто выбрал определенные фразы давайте мы с вами их почитаем и немножко посмотрим новые слова значит на всякий случай чтение даже вот этого отрывка не заменяет исполнение заповеди прослушать весь свиток магелат эстер в пулем вот тем не менее значит если вы будете слушать на иврите и поймете хотя бы вот эти вот ключевые фразы это уже будет хорошо итак перак алеф из первой главы я выбрал два пасука две фразы самый первый вайги и было бимей от слова йом в дни ахашвирош это имя собственное гу он ахашвирош это тот самый ахашвирош га молех это глагол стоящий в настоящем времени как вы видите молех котеб например а корень здесь быть царем то есть царствовал который да царствующий буквально словом году обозначается Индия слово куш скорее всего Эфиопия который царствовал от году до куша от Индии до Эфиопии шева 7 в эсрим и 20 у меа и 100 мэдина государств или стран или провинций от прошлой шива я слышал что первый раз в Танахе появляется слово мэдина именно здесь и мне кажется но я уже не настолько уверен что это одно из слов персидского языка которое было заимствовано ивритом для обозначения потому что в иврите первоначальное слово эрец страна дальше ватема и буквально отказалась корень мэм алиф нум буква тав образует будущее время женский род единственное число а вав будущее время переворачивает на прошедшее и отказалась так это вопрос к Натану ссылку на телеграм как можно найти нашу группу в телеграме для тех кто в нее еще не входит сейчас я закончу фразу и Натан я вклею сейчас я вклею хорошо так и отказалась гаммалка царица вашти это ее имя лаво прийти бидвар буквально по слову амелых царя ашер которые беяд га сарисим то есть буквально в руке сарис это евнух так слуг царя да беяд это мы переводим через ваикцов амелых меод ваикцов и рассердился царь очень ве хамато то есть буквально гнев его баарабо возгорелся в нем слово баар да это относится к пламени к огню вот и кроме того меваэр это тот кто это такая категория это один из вариантов вредителей которые рассматриваются в Талмуде тот кто поджигает чужое поле или допускает того чтобы огонь как-то перекинулся на чужое поле вот прекрасно буквально так и гнев возгорелся в нем ну что еще одну фразу пройдем кэтсов интересно что кэтсов это от кэтсов есть еще пена я думаю что это тоже связано как на иврите аф гнев это может быть от возможно я думал которые у человека раздуваются когда он дикосердится кэтсов это я думаю что может быть пеной и все такое есть еще кэтсов шетсов кэтсов шетсов это тоже это у пророков Кесов-шецев это звучит как очень схожая рифма, но это тоже типа кесов-шецев. Да, ну, наверное, можно себе представить, как вдруг гнев раздувается в человеке из какой-то маленькой точки во что-то огромное заполняет всю его, скажем, сущность. Я думаю, что кесов-шецев это в первую очередь взбитые сливки, а потом уже сметана. Сметана это скорее шамэнет. Я помню, что кесов-шецев звали собаку Дова-Контерера. Ну, было дело, да. Так, ну давайте еще одну фразу. Вот, это одна из тех фраз, перед которой чтец останавливается, и весь кахал прочитывает ее полностью, а потом прочитывает ее чтец. Иш-ягуди, то есть буквально человек еврейский, а я бы шушан был в шушане, а бира, бира это столица, да, а бира это пиво, да. Вот из того, что используется в Магеллат-Эстер выражение шушан, башушан, бира, я вывожу, что в Пурим надо начинать пир именно с пива. А потом уже переходить к вину, хотя бы по закону непонижения градуса. Башушан, а бира. Значит, и у нас тоже. Так. У шмо и имя его Мордехай. Обратите внимание, что Мордехай пишется немножко не так, как сейчас. То есть буква далее агласована ультракратким хатавкамац, который в современной грамматике только бывает под гортонными буквами. Ну, такое бывает. Имя его Мордехай бен Яир сын Яира, бен Шима-и. Этот Иир сам по себе был сыном Шими. Бен Киш сын Киша. То есть здесь дается несколько поколений. Иш-Ямини. Мы знаем, что это значит из колена бен Ямина. Ну, буквально Иш-Ямини это значит человек правый, да. Ямин это правая сторона. Ну, здесь внутреннее противоречие. Иш-Ягуди буквально означает из колена Яуды. А мы знаем, что он был Иш-Ямини из колена бен Ямина. Есть разные обозначения. Вот. Очевидно, что слово Ягуди использовалось для обозначения еврея вообще, да. А не только евреи из колена Яуды, даже когда были евреи из других колен. В настоящее время большинство евреев происходит из колена Яуды, за исключением тех, кто помнит, что они из колена левитов. Вот. И есть отдельные, скажем, субэтнические группы или семьи, которые знают о своем происхождении из других колен. Ну, вот, наверное, все на сегодня. Да, спасибо, Натан. Вот он дал ссылку на группу в Телеграм. Да, верно? Да, да. Вот. Посмотрите, там еще один файл, который я сегодня только озвучил, рассказал о нем, но не открыл. Вот. Это песня Шишанат Яков. Может быть, у нас будет время, мы ее разберем и даже споем, во всяком случае послушаем. Вот. Там есть ссылки на исполнение. Так. Большое спасибо всем. Приходите еще. Спасибо за вопросы. Я действительно очень рад. Потому что они дают обратную связь и показывают мне, да, ваш интерес и вашу заинтересованность. Приходите еще, приводите друзей. Спасибо большое. Хотел сказать технически. Те, кто не знает, просто это как раз по Пуриму. У нас есть по Йом Хамиши в четверг в 19.30. Мы разбираем книгу Рава Шерки, которая называется «Боадмуэт». Ну, перевод на русский приблизительный, каждому, всему свое время, скажем так. Вот. И мы там, она посвящена праздникам. И мы сейчас в преддверии Пури мы разбираем очень интересную статью, которая связана с понятием, зачем надо напиваться, какой смысл в опьянении и так дальше. Окей. А если не знать смысл, то уже нельзя напиваться? Напиваться можно, но тогда может быть... Но лучше знать смысл, да? Да. Окей. А смысленно напиваться? По смыслам, да. Не бессмысленно. Понятно. Окей. Рав Шерки потрясающе на выводах вообще. Да. Хорошо. Не буду делать спойлер, приходите. У нас было уже, по-моему, одно или два занятия, но вполне можно подключиться. И, кроме того, есть ссылки, есть специальная группа. Короче, все в Телеграме. Либо напишите мне, я дам ссылки на приседение группы. Еще раз в какое время? В Йом Хамиши в 7.30. В 7.30 по израильскому времени. Окей. Я тебе дам ссылку, есть группа тоже в Телеграме. Да я-то увижу в Телеграме, если будет возможность, да. Да, я в группе Иврита тоже это делаю, тем более, что там как раз мы делаем, это не урок Иврита, но это очень близко. Почему? Потому что текст Иврита на экране, и есть люди, которые читают и переводят, а те, которые, соответственно, могут смотреть, понимать и читать Иврит, они следят за текстом. Но это тоже, в общем, не важно. Да, да, да. Ну хорошо, счастливо. Очень мило. С наступающим месяцем Адар. Миша Нихнас Адар, Марбин Басимха. Первый день Адара это суббота, это святая суббота. И, соответственно, Пурим Иерусалимский тоже будет в субботу. То есть мы имеем Пурим и Шулаш, насколько я понимаю. Что-то типа этого, да. Да, 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 очевидно так. Дети делают Миши-Миши. Нас дети уже как бы выросли, но когда в Шхуне здесь у всех были дети более-менее одинаковые, то когда в Росшходы Шадар ходили дети и говорили Миши-Миши-Миши называется. Это от слова Миши, от фразы Миши Нихнас Адар, Марбин Басимха. И входит, и, соответственно, они веселят публику, а им за это дают всякие сладости. Можете потренироваться у себя. Ну хорошо, окей. Всем счастливо и пока. Счастливо, пока, пока, пока.